всем привет в этом ролике вяжем интересный узор который поможет нам разнообразить лицевую гладь раппорт узора 4 петли так выглядит изнаночная сторона узор мы можем вязать как по кругу так поворотными рядами смотрится интересно и необычно вяжется несложно можно вязать его как из толстой пряжи так и с тонкой мы будем вязать из пряжи газал джинс популярная пряжа многие с ней знакомы матке на 50 грамм 170 метров составе 58 процентов хлопкой 42 процента акрила мой цвет 1122 красивый нежно-бежевый без серости чистый цвет пряжа тонкая для работы рекомендуется спицы три с половиной узор я вязала на спицах номер 3 пряжа мягкая можно использовать ее и для детского вязания красиво ложится и в лицевую гладь и в узора в целом отличная универсальная пряжа для ваших изделий возвращаемся к нашему узору набираем количество петель кратные четырем плюс две кромочные первый ряд кромочную снимаем нам надо выполнить перехлёст 2 петель с наклоном влево для этого за работой сначала провязываем вторую петлю за заднюю стенку затем первую получился перехлёст наклоном влево 2 лицевые это наш раппорт перехлёст петель с наклоном влево за работой сначала провязываем вторую петлю за заднюю стенку затем первую 2 лицевые так будем вязать до конца ряда перехлёст наклоном влево 2 лицевые у меня еще один раппорт и кромочная в изнаночном ряду все петли провязываем изнаночными при вязании по кругу все петли в каждом четном ряду провязывайте лицевыми провязание поворотными рядами каждый четный ряд изнаночные петли третий ряд кромочную снимаем перехлёст 2 петель с наклоном вправо перед работой вводим спицу вторую петлю меняем местами с 1 так что 2 оказалось сверху провязываем их лицевыми 2 лицевые это наш раппорт перехлёст 2 петель с наклоном вправо 2 лицевые вводим спицу вторую петлю меняем местами с 1 провязываем их лицевыми за задние стенки 2 лицевые повторяем так до конца ряда перехлёст 2 петель с наклоном вправо 2 лицевые довязываем ряд четвертый ряд изнаночный провязываем изнаночными петлями 5 ряд формируем наш узор в шахматном порядке то есть сначала провязываем 2 лицевые далее перехлёст двух петель с наклоном влево 2 лицевые за работой сначала провязываем вторую петлю затем первую довязываем таким образом ряд до конца шестом ряду все петли изнаночные седьмом ряду перехлёст петель с наклоном вправо провязываем 2 лицевые далее мы сняем местами первую вторую петлю так что 2 оказалось сверху провязываем их лицевыми перехлёст петель с наклоном вправо 2 лицевые перехлёст довязываем таким образом ряд в восьмом ряду все петли изнаночные далее узор повторяем с первого ряда на нужную нам высоту такой интересный необычный узор спасибо вам за внимание подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео